Арестованный член правления Интер-РАО Карина Цуркан подозревается в передаче иностранным спецслужбам политической и экономической информации о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и непризнанной республики Донбасса. Об этом в понедельник, 25 июня, ленте РУ сообщил источник в правоохранительных органах. По словам источника, сотрудники Федеральной службы безопасности ФСБ ввели оперативную разработку Цуркан больше года. Поводом послужила информация от службы внешней разведки СВР. Согласно этой информации, кто-то передавал в Румынию данные о работе российского энергохолдинга на Украине, в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике, ДНР, Крыму и других регионах поставки электроэнергии. С 2014 года разведки стран НАТО стали получать важную политическую и экономическую информацию о действиях России на территории стран бывшего СССР, в первую очередь. Украины, что данные в НАТО поступают от разведки Румынии, но долгое время установить их источник во властных структурах России не представлялось возможным, сообщил источник ленты РУ. В ходе поголовной проверки всех имеющих доступ к этим данным было обнаружено, что один из руководителей Интеррао предоставил о себе неполную информацию. Есть основания полагать, что через него разведка Румынии получала важную политическую и экономическую информацию одновременно с руководством России или даже раньше, отметил источник. Речь, в частности, шла о том, кто сотрудничает и отказывается сотрудничать с энергохолдингом, с кем поддерживаются контакты, какие существуют проблемы и рабочие схемы. Источник отметил, что дочерняя компания Интеррао ООО «ЦОР» отвечала за поставки электроэнергии в Крым через Украину, когда Киев пригрозил отключить полуостров от электроэнергии в 2014 году. При этом организацией схемы электроснабжения, по словам собеседника «Ленты РУ», занималась Калина Цуркан. 19 июня она была задержана оперативниками ФСБ и арестована в Москве по обвинению в шпионаже. 43-летняя Цуркан окончила Международный независимый университет Молдовы и Испанский консорциум университетов АЮПИ МВА. Является гражданкой России. С 2012 года, член правления Интеррао, до этого руководила географическим дивизионом Молдова, Украина, Румыния, энергетической компанией. Больше важных новостей в телеграм-канале «Лента дня». Подписывайся.